Приветствую вас! Итак, вы на канале Лепилкина. Сегодня будем делать фигурную ножку для стула или для табурета. Значит, длина ножки будет 43 сантиметра. Вот заготовка. И сечением 43 миллиметра каждая сторона. Здесь заготовка на две ножки. Я так посчитал, будет удобней зажимать, удобней обрабатывать. Значит, на этом представлении у нас прикреплен шаблон, копир. Вот из МДФ я сделал. С одной стороны. Ну и прижимчики. Упорчики. То есть, чтоб каждый раз не настраиваться, мы изготовку просто вставляем, и она уже на месте. Так, вот зажали. Обрабатываем вот эту сторону на всех четырех сторонах. А обрабатывать будем поэтапно, то есть, будем опускаться постепенно по нескольких миллиметров, пока не выберем всю плоскость. Потом переворачиваем заготовку и обрабатываем вторую сторону. Значит, обходной, обходной подшипник. Это у нас будет находиться теперь внизу. Вот он. Диаметр его равен 16 миллиметров, как и фреза. Ну и всё. Вроде бы так. Для начала будем пробовать. КОНЕЦ Вот что у нас получилось. Вот такой рисунок. Вот, ну а теперь чисто механической работы опускаем, фритируем. Вот такой рисунок. Вот такой рисунок. Вот такой рисунок. Вот такой рисунок. Вот что у нас получилось. Так довольно чистенько прям, как будто шлифованный. Теперь переворачиваем на другую сторону. Прижимаем. И фрезеруем. Ну, фрезу, конечно, поднимаем. Вот и все. Все просто. Так. 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 более понятный рисунок. Что мы получим? Только две стороны. Продолжаем. Итак, мы получили первую ножку. Вот так она будет выглядеть. Шлифовать, полировать не надо. Гладко идеально. Теперь переворачиваем в другую сторону. Делаем вторую ножку точно так же. Итак, что мы имеем? В результате нашей деятельности на этом станке, это такие вот два столбика, которые образуют нам, в конце концов, четыре ножки. Вот это место распила. Я сейчас не стал распиливать, потому что у меня есть планы, пока не окончательные, но хочу сделать здесь вот ручеёк пропустить, такой галтельный. У меня сейчас фрезы нету, не нашёл я. Вот. Если найду, то мне тогда понадобится вот эта база, для того, чтобы сделать этот ручей точно по центру. Вот примерно такой фрезой, это опять, это у нас фаску снимать, а нужно радиусную. Вот так вот пройти. С этим приспособлением. Так, что ещё? А, ну вот, можно посмотреть ещё сам подшипник обкатный. Вот он крепится снизу стола. Это брусочек, цилиндрик, вернее. Ну и подшипник сверху прикручен. Этот подшипник тоже от фрезы, от старой, 16 миллиметров. Вот. Хорошо пригодился, удачно. Ну, а эти ножки я не зря сделал, показал сейчас. В будущем будем делать табурет. Вот. И как раз они туда пойдут. Чтоб нам там не отвлекаться на них, на эти ножки. Вот. Я решил разделить так, на две части. Материал бук. Симпатичный. Обрабатывается хорошо. Хорошая чистота. Рекомендую. Вот на этом станке, вот, удобно делать именно вот такие вот фигурные вещи. Декор. На обычном, классическом варианте. Сделать проблематично, если вообще возможно. Так, ну, вроде бы теперь всё. Так что, до встречи. В следующем видео, я думаю, будет табуретка. Покажу процесс изготовления. Так что, пока. Всем удачи.